А первые эти раунды были больше ничьейными. Ну, и снова мы видим следующую пару. Украинец Вячеслав Кислитцин против казаха Ержана Мусафирова. Ержан Мусафиров на ваших экранах 27 лет. Бачим, что также для него он уже выступал в всесвитной серии бокса. Бачим его рекорд. Ну, и также его ждем в ринзе. Наш боксер Вячеслав Кислитцин, 26 лет, и для него это дебют. Дамы и господа, вашему вниманию второй поединок сегодняшнего вечера в весовой категории до 61 кг. И в синюю гол ринга приглашается боксер команды Астана Орландс Эржан Мусафиров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В красный угол ринга приглашается боксер из команды украинские атаманы Вячеслав Кислицын! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В красном углу ринга боксер из города Саки, мастер спорта международного класса, чемпион автономной республики Крым, бронзовый призер чемпионата Украины, член сборной команды Украины Вячеслав Кислицын. Формула поединка, 5 раундов по 3 минуты. Формула поединков на всемирной серии бокса. Формула поединка, 5 раундов поединков на сайте. Формула поединка, 5 раундов поединка, 5 раундов поединков на сайте. В первом сезоне был еще индивидуальный чемпионат, когда боксеры выступали и боксировали 7 раундов по 3 минуты. И вот как жестко начинает Казах. Да, ну украинец повыше на 7 сантиметров. В общем-то видно, что больше ему нравится дальняя дистанция, у него хороший джеб. Он не особо любит вкладываться в удары, он больше рассчитывает на свою технику скорость. Трошки навпаки, чем было у нас, до речи, в попередньому поединку, но тут с левой пропускает и снова пропускает наш боксер. Да, делает ошибку в украине, к сожалению. Остался в углу и пропустил такие весистые удары с двух рук, к сожалению. Да, ну больше я бы сказал о защите. Украинца, где он, мы видим, держит руки низко, этого ни в коем случае нельзя делать, особенно находясь у канатов. Мы видим, насколько хорош Казах, насколько он мощный, пробивает действительно такие жесткие панчи с двух рук. Ну тут вообще, мы уже вспоминали, что во всемирной серии бокса частенько случается и нокдаун, и нокаут. Нужно быть осторожным. Больше внимания защите. Да, ну можно говорить про серьезное преимущество в первом раунде у Казаха. Посмотрим, что там насчитали судьи. Тут, кстати, могут насчитать 10-8. По правилам, даже без нокдаунов могут дать счет 10-8. Дуже скоро мы уже узнаем, как же, уже бачим мы рахунки. Знову 9-10, все судьи так вважают, 9-10. На користь Казах. Владимир Вирчис на ваших экранах, бывший чемпион Европы в профессиональном боксе. А в боксе он не забывает. Постоянно присутствует на вечерах и семейная серия бокса не исключение. Ну а вот мы видим ошибку Кислицына. Правая рука находится не в положенном месте. И вот как результат пропущены вот такие левые боковые. Не повернув на место, якщо можно так сказать, правую руку наш боксер. Чим одразу же и скористався боксер из Казахстана. Второй раунд. Можно сказать, что и первый раунд для Кислицына, ты знаешь, что он перебывание на Уринзе. Освоение Уринзе. Якщо можно порівняти, мы порівняем уже и с профессиональным боксом. Освоится наш боксер Вячеслав Кислицын. Думаю, что наступные раунды будут набагато-набагато активнейшими, саме від нашого бокса. Надеемся, сделает выводы украинец. Наверняка ему и в углу подсказали, какие нужны изменения сделать. Особенно в защите. Опыт, конечно, Казаха ощущается. Влучай, что сказать? Влучай, Казах. Серьезное преимущество. Я вам скажу, что уже каких-то предпосылок и надежды на то, что украинец выигрит по очкам, наверное, нет. Больше нам нужно рассчитывать на победу досрочную. Но, опять же таки, как мы видим, украинцей нет такого мощного акцентированного удара. Он технический, он быстрый. Но все-таки не хватает вот этого опыта выступлений во всемирной серии бокса. Что ты знаешь, чтобы провести, как мы говорим, лаки-панч, для этого треба инициативу как-то перекопить, и начинает вытягивать на себя боксера. Вот, принаймні, два-три рази выучить, чтобы, возможно, опустить в руки суперник. Можливо, навпаки, пішов вперед. Вот, також Кисліцин йде вперед, распочинает пів вперед. Бачим, что пів другого раунду уже пройшло. Ну, Кисліцин активный. Але нема цих вдалих ударів, вдалих ударів, від якого, як, ну, мы від нього очікуємо. А вже для того, чтобы принаймні заробляти ці бали, треба влучати у суперника. Ось сейчас хорошо справа встретил, тут же пропустил Кисліцин. Ещё небольшая ошибка, то, что он постоянно отходит по прямой. Но сейчас, вот, мы видим, решил выйти, что называется, упереться ногами в ринг и поработать на ближней дистанції, где, казалось бы, больше, конечно, шансов у казахов. Ну, принимает этот размен Кисліцин, ну, і бой, во всяком случае, стал більш зрелищним. Я активнейший став цим поединок, ось правильно ты кажешь. Це лише після того, як наш боксер вирішив піти у цей ближній бік, хоча й має перевагу за взрослым. І бачимо, що казах взагалі не відступає, продовжує він цей розмір. Да, вы слышите, как завелась публіка, действительно, ну, очень зрелищно сейчас происходит в ринге. Кисліцин принял, принял этот размен, і, вы знаете, выглядит неплохо. Во всяком случае, когда он работал на дальній, на отходах, все выглядело не так успешно. И корпусом начало працювати наш боксер, є уклонный вправо-вліво, розгойдає він суперника, і ось він коли-то досить таки вдало влучає, хоча влучає і боксери з Казахстана. Ну, і ми слышали, пап, душа, держи руки, Вячеслав подсказывает українцю, ну, і слово Олександр Усик. Тут вже без емоцій, тому що розуміємо, украинець проигрывает. Знову зараз чекаємо рішення арбитрів, пам'ятаємо, що після першого раунду рішення не на нашу користь, але, нагадаю, дуже і дуже активний і видовищний, у нас вже і другий бій поспіль. Требеті раунду. Також ми ще й на Вячеславе чули, що Михайло Мельник підказував Кисліцину. Да, але він все ж таки просить розривати дистанцію, не стоять на ближній. О, хорош. Хороший початок третєго раунду від українців. Треба справа проходит. Почув, почув головного тренера, боксера, починає робити те, що йому підказують, тощо десь дистанцію все робить і з кроком вперед, починає, ну, пресинг, пресинг на боксера із Казахстану. Хоча також, можемо сказати, і Мусафіров. Очікувано, здається, для Мусафіров ось такий натиск, і досить вдало він його тримає. Видимо, чіт-чуть тут скотч відклеївся. Але ще одне відділість від професіального боксу, тут не лейкопластирь, а прозрачний скотч. Вспользуються, хоча немає шнуровки, перчатки на ліпучках. І по правилам, в принципі, можна лейкопластири використовувати, але тільки по краям. Тут прийти, щойно, наш боксер-суперника доконати, чи встиг провести там удар, не дуже сильний, не дуже акцентований, але потрошку починають проходити ці удари, яких ми чекаємо від Кисліцина з першого раунду. І ще одне відділість, кісто, по сравненню з предыдущими сезонами, починаючи з цього третєго сезона, боксерам почали руки тейпувати. Тобто не бинты, а именно тейп. Як в професіональному боксі. Втруваю ногу, даю третій раунд. Тим временем, ми видим успішні атаки от українця, который начал вкладываться в удары. Тое впечатление, що он поймав кураж. І ми видим, даже на этой ближній, неудобной для казаха дистанції, у нього проходять успішні атаки. Можемо сказати, що зрозумів, ти знаєш, Кислицин зараз роботу Мусефірова в ринзі, і на крок, на удар, і вось проходить знову удар від нашого боксера. Очень приємно, що, конечно, меняється, тактику і меняє манеру ведення боя украинец. Ми видим, наскільки быстро він робить виводи. І це дуже-очень радує і водушевляє нас. Четвертий пост, здається, підходить. Цей удар на цього разу проход пройшов від Акисліцина. Таке описання, що його просто підмінили. І в першому раунді він виступав як гравік, проводив такі легкі скоростні удари. Тобто, що складывається, і достатньо увесисті удари від українця проходять. А ударем Мусефірова усіх повітря. І цих ударів, те, що ми з тобою казали, що зрозумів тактику, зрозумів, як веде пробу. Мусефірова знову вилучає. Є ще 5, принаймні, секунд. Закінчується у нас третій раунд. Третій раунд, я б, на мою думку, за кислицем. 100% тут потрібно давати українцю. Ну і що, ви слышите аплодисменты зрителі. Владимир Продивус вже доволен тем, як перестроїлся українця. І просто не похоже на себе. По сравнению з тим, як він виглядив в першому раунде, чому він щось виглядить просто превосходно. Як тут кручимось. Так, як підіймав, да, перекрістлий такий удар навстречу. Третій раунд. Множество таких ударів, да, справа. Да, ну, кстати, в першому раунд отдали всі судьи Казаху. Імею в виду второй. Главное, не заставиться, не заставиться, Слава. О, на ножках роботи. Підказують нашому боксеру, естественно, що правильно працює надалі, так, правильно підказують. Нагадаю, що після другого раунду все, що підказав тренер нашому боксеру, він все виконав завдяки цьому і третій раунд за нашим боксером. Ну, нам, к сожалению, не показали ітог третєго раунду, да, я вже можу сказати, що двоє судді отдали українців. Да, і третій судді. Всі троє судді отдали третій раунд українців. Що ще четвертий і п'ятий раунди попереду. Тут Кисліцину вже треба демонструвати свої фізичні дані. І те, що і вищий, заздрослим суперника, і те, що проходило у третєму раунді, тут просто треба не відпискати. Да, ну, таке впечатлення, що Казах настільки високий темп взял в начальні поєдинки і почав вкладатися в удары, що він немножко вимитився. Правильне запитання. Чи вистачить Казаха на всі п'ять раундів? Ми бачимо, що четвертий раунд вже далеко. Не такий активний Казах, хоча також можна сказати, що він не такий активний від того, як він програв третій раунд. Там наш Кисліцин Вячеслав попрацював дуже і дуже вдало. Ну, помимо того, що він встал, ми видим, що ця усталость казалась на його действіях в плані атак. Удары вже не такі акцентировані, не такі прицельні. Україниці їх видять, маніврирують, ловить, а знову він з права попадає. Ну, тут і по корпусу спрацює. Просто превосходно, так, хлестко пробив по печені Вячеслав. І тут на ближній середній дистанції, ну, дуже зараз добре вигляд. Кисліцин. Ти знаєш, також, що помітно, у третєму раунді пішов на зближення. Наш Кисліцин також Мусофіров прийняв бій і програв його також. І зараз під диктовку нашого суперника не йде вперед Кисліцин, не виходить на нього і Мусофіру. Також йому середня дистанція ця-то підходить. Так, вяжуться, тут більше тримають і більше встал. Кажеться, все-таки, казах. Та про що ми казали, що всесвітня серія боксів важко щось згадати перед поєдинком, адже, ну, у нас набагато досвідченіший козак у виступках у всесвітньої серії боксів. Ну, а В'ячеслав Кисліцин також демонструє, що за ці чотири раунди він вже повністю зрозумів, як себе вести у рензі, принаймні, проти цього досвідченого боксера. Так, ну, тут підтвердження мнення многих, що боксери любителі хороші, кваліфіціровані. Такі, як Ось В'ячеслав Кисліцин, швидко можуть вирости в хороших професіоналах. І ти, як знаєш, ще кажуть, що там від аматорського до професійного боксу один крок. Можливо, це крок є всесвітня серія боксів. Закінчується у нас четвертий раунд. Действічно, ну що, надіємося, що в четвертому раунду також віддадуться преимущества українців. І, да, ми видим, українець виріває і четвертий раунд. І поки що у нас ще 2-2, все завістить, все завістить від п'ятого раунду. 38-38 на карточках всіх трьох судей. Ну і що, дуже-дуже очікуваний у нас п'ятий раунд. Якщо перші 2, ну, знову ж таки реферію вважали, що віддавали перемогу у нас в Кизайському боксері. Те, як провів третій і четвертій раунд в наш боксе, як зуміло вирівняти і вирвати, зламати цей піль, вчас шанс, все ж таки, і на останній раунд залишається 50 на 50. Ми ж очікуємо, звичайно, перемоги від В'ячеслава Кисліця. Видимо, як тяжело бушат Казахи і є надеждою, що, бачить безпутно у нього. Дякую, гляді, закричателюй! П'ятому раунд! Чинко Ву, такоюijою, мливою улыбочкою, наблюдає за поединком, в якому Українись, проігрываючи, по началу переломив ход зістювання eating поединка. І зараз, ми надіємося, в п'ятому раунде розтавит цветочки на ды. и одержит первую победу для украинских атаманов. И дыхает очень тяжело. Мы сейчас это самое в рынке. И выбух просто от Кислицина, про который ты скажешь. Но именно в третьем раунде, в котором начисто перебоксировал наш боксер своего соперника из Казахстана, перебоксировал Мусофирова. Но и Мусофиров также у него такой же, как и четвертый. Зараз пятый раунд. Дуже-дуже важко ему боится в эти последние два раунда. А Кислицина, страйно ты скажешь. Еще рефери, мы видим, делает замечание за бодание головой Казаха. Это также может быть, до речи, из Вичаи. Посмотрите, как работает сейчас на ногах Вячеслав Кислицын. Но ощущается, что он хорошо готов физически. Посмотрите, в какой кондиции. И тут же, ты знаешь, Вячеслав, прямолинейно начинает дойти Мусофирова. Просто вот иди вперед, а уже сам Кислицын, правильно ты скажешь, его работа на ногах, зараз просто вражается. То, что это зараз, идет пятый раунд. Сейчас, к сожалению, пропускают парочку веситых ударов справа. Так просто, несмотря на удачу, пробивают эти размашистые удары в Казах. И, к сожалению, некоторые из них проходят. Нужно сейчас вот концовку вырывать Вячеславу, как следует поработать. 30 секунд, дорогие друзья, остается до закончения второго поединка, в котором сейчас наш Вячеслав Кислицын может принести первую победу для украинских атаманов. Ну и наоборот, наоборот, активнейший он сейчас работает. У нас станут эти три раунды. И просто отбивается, можем так сказать, у нас Мусофиров. А Кислицын – полный господар в Индии. Встанут эти три раунды. Да, на концовку, конечно, собрался Казах. Из-за всех сил сейчас выкладывается. Пробивает, но все равно украинец лучший. Поединок закончен. Вы слышите, какие овации. Будем сподеваться, Вячеслав, еще переможные овации. Ну и мы ждем решения судей. Ждем оголошения этого решения. Да, очень надеемся, что украинцу отдали пятый раунд. Я думаю, даже какая-то уверенность у нас должна быть в этом. Потому что действительно те, кто внимательно смотрел, видели, насколько Вячеслав был лучше. Показал характер и свой, так сказать, боксерский IQ, когда нашел выход из сложившейся ситуации. Перестроился и, надеемся, все-таки одержал победу. Приламах, вход всего поединка у нас в третьем раунде наш боксер. Ну и уже очень скоро мы почуем решение арбитра. Ну и мы слышали, Алина Шатерникова не удержалась и крикнула на весь зал, что слава, ты лучший. Действительно, он был лучший в этом поединке. По мнению всех зрителей, вы слышите аплодисменты? Ну и мы погодимся за Алину и Шатерникову. Это насправде. Дуже серьезный, дуже сильный бей у нас вид нашего боксера. Владимир Сидоренко, бывший чемпион мира. Дамы и господа, единогласным решением судей. Все судьи со счетом 48-46. Вячеслав Кислицын! Вячеслав Кислицын! Мы поздравляем не только Вячеслава, но и всех любителей бокса. Ну а впереди у нас еще три поединка. Еще три, не менее, захопили в поединку. Еще раз мы вас вітаемо с першою дебютною перемогой нашего боксера всесвитней серии боксу. Вот мы видим начало, какое неудачное было для украинца, когда он остался тут. У канатов и множество таких ударов пропускал, чем ввел заблуждение всех нас, соперника, что бой уже сделан и победа тут должна быть за Казахом. Но нет, как он перестроился после второго раунда. Начал просто по технике обрабатывать соперника. Посмотрите, какие удары навстречу проходят от него. Просто съедать он начал соперника. Третий, четвертий раунд. Те, про что Вячеслав сказал, что в третьем начал резать эту дистанцию наш боксер. Хоча он выше. Мирозума Фрук мает больше за своего соперника. Он начал резать дистанцию. Мусафиров принял такой путь. Хотя и поступил сегодня. Четвертий раунд был так же. Ну и пятый. Ты знаешь, тут уже на характере наш боксер Мусафиров уже не знал, что делать. Просто и шов вперед. Субтитры сделал DimaTorzok